Теперь мы будем вязать узор для переда. Значит достаем нитку из пасмы. И будем вязать крокодиловую кожу. Или чешуйки, как правильно называется, не знаю. Значит делаем петлю. Я взяла крючок номер 325. Побольше, чтобы узор не был мелким. Петлю не затягиваю сильно. И буду считать 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вот в эту крайнюю петлю ввожу крючок. И соединительной петлей соединяю. И только теперь я затягиваю хвостик. Вот. Теперь вывязываю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Которые нам заменят столбик с одним накидом. Накид. Сюда внутрь. В колечко. Крючок ввели, вытащили петлю. И провязали столбик с одним накидом. Еще один столбик. Это у нас будет уже 3. С учетом петель подъема. 1, 2, 3. Это у нас 4. Это 5. 5. Воздушная петля. Накид. И сюда же вывязываем еще 5 столбиков. 1, 2, 3. 7, 4, 5. Вот мы вывязали одну чешуйку. Затем вывязываем 3 воздушные петли подъема, которые нам заменят столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Накид. И вот в это место. Вот одна петля. И вторая. Сюда вывязываем столбик с одним накидом. Затем воздушная петля. И в середину чешуйки вывязываем столбик с одним накидом. Опять воздушная петля. Вот здесь у нас были петли подъема в количестве 3 штук. Вот в самую крайнюю петлю. Вывязываем столбик с одним накидом. 1, и сюда же еще один. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Которые нам заменят столбик с одним накидом. И вот за этот крайний столбик вывязываем еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петля. И теперь мы 5 столбиков с одним накидом будем вывязывать вот за этот столбик. Вот так мы его сложим вязание. И вывязываем сюда. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Теперь к себе повернули изнанкой. Чешуйка у нас на той стороне. Повернули изнанкой. И вот здесь у нас один столбик. Вот сюда, в центр, мы свяжем соединительную петлю. Вот у нас еще два столбика. Вот один и второй. Накид. И за первый столбик мы вывязываем пять столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Одна воздушная петля. Вот у нас второй столбик остался. За него вывязываем тоже пять столбиков. Один. Два. Три. Четыре. И пять. Вот у нас получилось три чешуйки. Затем опять три воздушные петли подъема. Один. Два. Три. Три. Накид. Сюда же вывязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля. В чешуйку, в центр, вывязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Между чешуйками вывязываем два столбика с одним накидом. Один. И сразу же вывязываем второй. Воздушная петля. В центр вывязываем только один столбик с одним накидом. Опять воздушная петля. И в край вывязываем два столбика с одним накидом. И опять вывязываем три воздушные петли, которые нам заменят столбик с одним накидом. Накид. И обвязываем вот этот крайний столбик. Один. Два. Три. Четыре. В итоге, с учетом петель подъема, один, два, три, четыре, пять. Пять столбиков получилось. Вывязываем одну воздушную петлю. И теперь мы должны этот столбик обвязать. Накид. Крючок под столбик. Перегнули вязание. И вяжем. Один. 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 сторону. И вот здесь у нас столбик есть один. Мы в него вводим крючок по изнанке. И провязываем соединительную петлю. И дальше вот у нас идут два столбика. Вот один и второй. Вот мы за ним должны вязать столбики с одним накидом. Накид. Обвязываем первый столбик. 1 2 3 4 5. Воздушная петля. И теперь мы будем обвязывать следующий накид. Ввели крючок под столбик. И обвязываем его. 1 2 3 4 5. Поворачиваем наизнанку. И вот здесь у нас столбик. Вот сюда мы должны провязать соединительную петлю. И обвязываем крайние два столбика. Накид. Ввели крючок за столбик предыдущего ряда. И вывязываем 1 2 3 4 5. Воздушная петля. И вот у нас последний столбик остался. Накид. И обвязываем его. 1 2 3 4 и 5. Значит крокодиловую чешую мы вяжем по принципу шали от угла. И так можно вязать столько, сколько вам потребуется. И так вяжем до тех пор, чтобы у нас петли переда манишки и крокодиловая кожа совпали. Вот так вот смотрите примерно. И вяжите. Не натягивая ни это изделие, ни это. В свободном положении. Вот. И давайте дальше крокодиловую кожу вязать самостоятельно. И примерять на свое изделие. Вот я связала узор. У меня получилось в верхнем ряду 1 2 3 4 5 6. 6 чешуек. Вот прикладываем к изделие. К переду. И делаем замер. Таким образом. Теперь мы эту ниточку обрезаем. Значит мы делаем расчет. Рисуем на листе бумаги картинку чешуек. Их количество. Вот у меня 6 штук. 1 2 3 4 5 6. И разбрасываем петли. И расчет у меня такой. Одна в край. Одна. Вот здесь у нас столбик с одним накидом. Одна в центр. Вот здесь отверстие. Опять одна между чешуек. Одна в столбик с накидом. Одна петля в отверстие. Одна петля в столбик с накидом. И так мы должны соединить. Значит берем наше изделие. Вот у нас линия реглана. Прикладываем узор. И крайнюю петлю. Надеваем на спицу. И петлю изделия и петлю узора провязываем лицевой. Затем с петель подъема нам нужно взять одну петлю. Вот мы ее берем и припосаживаем на спицу. И провязываем. Затем центр берем чешуйки. Надеваем на спицу. И провязываем. Теперь берем столбик. со второй половинки чешуи. Где-то середину столбика. Тоже сажаем на спицу. и провязываем. Затем берем между чешуйками петлю. крючком петлю. Затем берем крючком петлю. крючком петлю. Вот он у нас. Провязываем вместе две петли. крючком петлю. Дальше у нас идет серединка чешуи. Затем у нас идет середина чешуи. Провязали ее. Теперь вот идет у нас столбик. Вот. И так мы должны все чешуйки прикрепить. То есть одну взяли с краю. Одну от столбика. Одну из центра. Одну опять из столбика. Одну между чешуйками. Одну из столбика. Одну из центра. Одну из столбика между ними. И так вот мы должны связать основное вязание с этим узором. Ну вот. Привязала я узор к основному вязанию. Посмотрите у себя. Чтоб у вас все было одинаково. То есть, чтоб все петли шли одинаково. И вот мы дошли до линии реглана. Как вы уже знаете, до и после линии реглана в лицевом ряду нужно добавлять из протяжек петли. Вот мы ее провязываем лицевой. Линию реглана провязываем. Здесь мы тоже добавляем после линии реглана. И дальше мы вяжем, как обычно, лицевыми петлями. до следующих линий реглана. И везде мы до и после добавляем из протяжек петли. А линии реглана провязываем лицевой. Вяжем. Провязала я по кругу. Добавила с двух сторон из протяжек, от петель реглана, лицевые петли. Линии реглана провязала лицевой. Здесь я тоже добавила с двух сторон. Здесь и здесь. И дошли мы до узора. Теперь мы эти петли должны закрыть. Значит, первую петлю мы провязываем. Набрасываем ее на левую спицу. И две петли провязываем вместе. Набрасываем. Смотрите, чтобы петли у вас ложились ровно. Если что, перекрутите их. Значит, что хочу сказать. Вот теперь вы не стягивайте сильно. И вот так продолжаем закрывать петли. Вот таким образом мы закрыли их. Вот у нас что получилось. Теперь мы опять вяжем. петлю. Здесь мы добавляем опять петлю. петлю. Линию реглана провязываем. Здесь опять добавляем. петлю. И вяжем, как обычно, по кругу. Не забывайте добавлять до и после линии реглана. А линию реглана провязывать лицевой. И так вяжем вот до этой линии реглана. Вяжем самостоятельно. Вот дошла я до того места, где у нас узор. Добавила дополнительные петли до и после линии реглана. И теперь мы будем в лицевом ряду прикрепляться к обратной стороне узора. вот за какую-нибудь петельку возьмите. На обратной стороне за петельку возьмите. За какую-нибудь. Недалеко. И провяжите ее. Затем мы поворачиваемся. И вяжем в обратном направлении, как вязали раньше. То есть всю эту петлю первую снимаем. Дальше вяжем изнаночными. Маркер снимаем. Линию реглана снимаем, не провязывая нить перед работой. Сняли маркер. И вяжем изнаночный ряд. И так мы его вяжем до следующего соединения с узором. Вот мы по изнанке уже дошли до узора на изнаночной стороне. И здесь на изнанке тоже цепляем одну петлю. Опять поворачиваем вязание. И вяжем по лицевой стороне, как обычно. То есть перед линией реглана добавляем петли из протяжек. Которые провязываем лицевыми. Линию реглана тоже провязываем лицевой. После линии реглана тоже провязываем лицевые петли. И опять вяжем лицевой ряд до узора. И захватываем с обратной стороны одну петлю провязываем. И возвращаемся в обратном направлении. И так вы зацепите вот один лепесток и второй. И этого будет достаточно. Вот два раза, два-три раза прихватить один. И где-то один или два раза второй лепесток. И все. Ну вот. Провязала я несколько рядов. То есть зацепила первую чешуйку и один раз вторую. Все. И здесь тоже самое. Полностью одну зацепила и один раз вторую. И теперь, чтобы полотно вот так не скручивалось, мы его обвяжем. Каждый обвязывает по-своему. Я буду обвязывать пышными столбиками. Значит, крючок ввожу в две петли. Вытянула петлю. Снимаем две петли. Вытягиваем петлю подлиннее. Накид. Опять заходим в эти две петли. Вытягиваем. Накид. И еще раз вытягиваем. Провязываем их. И еще провязываем раз. Значит, снимаем две петли со спицы. Вытягиваем петлю одну. Заходим опять в две петли. Вытягиваем. Накид. И третий раз вытягиваем. Затем провязываем. И еще раз провязываем. Одну петлю сняли. Вторую. Вытащили новую петлю. Накид. Накид. Вытащили еще одну петлю. Накид. И третью петлю вытащим сейчас. И третью. Теперь эти все петли на крючке провязываем. И провязываем с предыдущей петлей. Снимаем две петли. Вытаскиваем новую. Накид. Опять в две петли заходим. Вытаскиваем новую. Накид. И еще раз вытаскиваем. Провязываем все петли, которые мы набрали. И провязываем две вместе. И вот так мы обвязываем пышными столбиками по всему ряду. Ну вот довязали мы с вами манишку. Я еще пришила пуговицы. И теперь можно наносить. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.